Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы будем говорить на глобальные темы, ну, по крайней мере, начнем с их обсуждения. Эфир сегодня назвали так. Мы политика Федрезерва Соединенных Штатов Америки. Надо разобраться, кто же кому должен-то все-таки. Долгов много, да? Кто кому, пока непонятно. И кто кому, что простит. Это главное даже. Заплатят всегда самые бедные. Это даже главное понять, да, кто кому простит. Так, вот на эту тему мы прежде всего говорим. Ну, а там, куда уж нас выведет кривая разговора, будет видно. Помянем рынок, слава богу, помянем ситуацию в России, текущую ситуацию в России. Тоже неплохо. Значит, я представляю гостей. Сегодня в студии Владислав Жуковский, старший аналитикционной компании RecomTrust. Владислав, день добрый. Здравствуйте. Сегодня в студии Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investment. Александр, добрый день. Здравствуйте. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Я напоминаю эти цифры и эти буквы волшебные для наших слушателей, потому что у вас, уважаемые слушатели, есть возможность нам присоединиться к нашей беседе, если есть для этого интерес, позвонив, либо написав, задав свой вопрос, поделившись собственным наблюдением на заявленную тему. Еще раз напомню, сегодня обсуждаем политику Федрезерва. Ну и, если позволите, с такой точки зрения, все события и внутри Российской Федерации, прежде всего, нас как россиян, естественно, это больше всего волнует. И за ее пределами все события, ну, по крайней мере, в банковской финансовой сфере, в той или иной степени связаны именно с этой политикой, с тем, что происходит за океаном. Как бы далеко эти события от нас ни были, но так уж случается, так уж получилось, может быть, даже не совсем логично, да, Владислав? Ну, так получилось, что вся наша жизнь, в конечном итоге, зависит от того, что там за океаном придумают в следующий раз, да? Как-то так получается. У меня вообще возникает ощущение, что у нас в последнее время за деятельностью Федерального резерва, за заседанием Комитета по открытым рынкам, следят не только финансисты, спекулянты, экономисты, но и, по-моему, даже бабушки где-нибудь в Урюпинске, все новостные телеканалы, федеральные в том числе, у нас такое внимание повышено Федеральному резерву, что вот и мировая экономика, и российская экономика зависит исключительно от того, сколько будет денег имитировано в США, какая будет базовая процентная ставка, объем программ количественного смягчения и так далее. В принципе, конечно, это правильно. Действительно, российская экономика сегодня является и дезинтегрированной, и деиндустриализированной, и эвшеризованной в значительной степени. Мы очень сильно зависим от системы нефтедоллара. Причем мы зависим даже больше, чем те же страны Европы, Великобритания, Японии, даже тот же самый Китай. И вот буквально пару цифр, которые можно привести, почему мы так сильно зависим от того, сколько будет денег напечатано в США, и победят ли эти деньги на надувание пузырей на товарно-сырьевой бирже, на валютном рынке, на фондом рынке и так далее. Вот смотрите, от 53 до 55% доходной базы федерального бюджета это поступление от нефтегазового комплекса, считай, производное от динамики цен на энергоносители, а они в свою очередь производны от динамики валютного курса американского доллара и объема эмиссии американской резервной валюты ключевой. 80% всей ликвидности на межбанковском рынке, иногда и 90% это именно средства нерезидентов, привлекаемые из-за рубежа, подставки Лебор очень низкой. Кроме того, порядка 65% экспорта российской экономики, в самом основном выражении, это нефтегазовый комплекс, это нефтегаз. 92% экспорта это продукция низких переделов и минеральное сырье, приблизительно половина прибыли российской экономики оседает в двух секторах экономики, это добыча сырья и оптовая рыночная торговля, то есть либо там, где мы эксплуатируем природно-сырьевую ренту, либо там, где мы потом проедаем нефтедоллары, иностранные кредиты, и заем. Поэтому действительно, с одной стороны, это правильно, что мы следим за тем, что делает Федеральный резерв, с другой стороны, конечно, очень сильно пугает, что мы находимся в такой критической зависимости от экзогенных и независимых от политического факторов, а именно от политики, от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ну смотри, это, вот эта ситуация, это результат той самой проводимой политики, ну, наших, да, наших властей, нашего руководства. То есть я веду к тому, что при желании мы могли бы от этого абстрагироваться. Или это, к сожалению, данность и невозможно ничего поменять? Нет, но ничего такого объективного в этом нет. Здесь есть сочетание объективных и субъективных факторов. С моей точки зрения, это закономерный результат той политики, которая проводилась и в 90-е годы, и в нулевые годы. Как бы в 90-е годы это шоковая терапия и псевдорыночные реформы. В нулевые годы это политика кудринизма, проедания нефтедолларов, взятия денег из экономики. То есть здесь как бы много разных аспектов, но с моей точки зрения зависимость, избыточная долларизация и прямая и косвенно-российская экономика, это именно производная от и дезинтеграции, и деиндустриализации российской экономики, и разрушения экономикой промышленности. То есть здесь как бы, ну, 90-е, нулевые годы они работают в одной связке, сейчас мы это просто дело пожинаем. И, конечно, эта ситуация неприемлемая. И, кстати говоря, и президенты, и правительство это начинают понимать, уже говорят, что необходимо действительно слезать с сырьевой иглы, перестать зависеть от притока нефтедолларов, но пока разговоры. Ну, это мы слышали, да, и слышим, собственно, не первый год, наверное. Саш, ну, вернемся, тем не менее, к политике Федрезерва, вот как ее в моменте сейчас можно охарактеризовать, и, собственно, как она работает внутри, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Ее в моменте можно охарактеризовать, что гражданин Бернанке и его преемницы очень хорошие ученики. Ученики кого? Ученики Великой Депрессии. Вы же знаете, что специализация Бернанке была в том, как избежать флуктуации и повторений того, что происходило в 30-е годы. Они так напуганы, что готовы держать ставки низкими, дабы это не повторилось. Винять их за это я не могу. Ну, подожди, они напуганы, наверное, не столько депрессией 30-х годов, а столько кризисом недавнего. Нет, они именно напуганы депрессией 30-х годов, потому что, если вы внимательно почитаете внутренние коммуникации или там минутки ФРС, часто, когда граждане Бернанке приходится отбиваться от соколов, которые из голубей чуть-чуть вылезают ястребы в своем же комитете, он моментально уходит и говорит, ребят, ну если вы хотите хотя бы маленький шанс повторения того, что было в начале 30-х до конца 37-го года, то это не со мной, со мной такого не будет. Сейчас экономика быстрее, денежная масса вращается быстрее. Есть Китай, есть торговые партнеры, есть военный бюджет, необходимость поддерживать американский Гудвилл и так далее, и так далее. Что я пытаюсь сказать? Что граждане Бернанке не текущий намеренный злодей, который вот хочет накачать несчастную Россию. Мы сейчас прежде о Штатах говорим, конечно. У них нет выбора. И самое страшное, что как в старой китайской сказке «А теперь ты, дракон», любой, кто стал бы на нашем месте выполнять его работу, в итоге, скорее всего, скатился бы ровно к тому же. Потому что лучше рискнуть разгоном инфляции, которая до сих пор не повышается, потому что денежный мультипликатор все еще ниже единицы. То есть множитель, на котором создается из денежной базы денежная масса, до сих пор отрицательный, если можно так сказать, ниже единицы. И лучше рискнуть большим разгоном, чем попытаться свалиться в волну дефляции. И это не будет как в Японии. Это будет кассетное обрушение всех рычагов экономики, которая в итоге мировую завалит. Я на их месте вел бы себя так же. Я их не виню. И ставки, на самом деле, я считаю, будут держаться низкими гораздо дольше, чем сейчас оценивают игроки. А сейчас оценивают они, Владислав, до 15-го, по-моему, года. Примерно до 15-го, да. Я согласен, что Федеральный резерв проводит политику, прежде всего, ориентированную на геоэкономические интересы США. Прежде всего, крупного капитала и финансового, промышленного капитала. Их винить смысла нет. Они проводят ровно ту политику, которая отвечает их стратегическим интересам. Идет абсолютно правильно. То, что от этого надуваются пузыри на периферии мирового капитализма, то, что от этого завышаются реальные эффективные курсы того же самого рубля, который уничтожает на корню российскую обрабатывающую промышленность. А наши представители Центробанка говорят, что мы не будем включаться в валютные гонки, валютные войны, потому что, мол, это запрещено МВФ. А когда Япония, Великобритания, даже Швейцария заморозила свой курс франка к евро, чтобы не допустить перегрева, избыточного укрепления своего франка и спасти промышленность. Это говорит о том, что то, что позволено Юпитеру, не позволено Быку, то, что можно в центре принятия решений, нельзя на периферии принимать. Ну, по крайней мере, может, не хотят. Может быть, можно, да не хотят бояться. Поэтому, с точки зрения, политика ФРС продолжит оставаться сверхмягкой, но надо общать отдельную тему, мне кажется, обсудить. Это столетний юбилей Федерального резерва. Буквально как через один месяц, 23 декабря, исполняется ровно столица дня ФРС. Это очень знаковая годовщина. Под флагом ФРС проходили многие события, в принципе, мировой политики, мировой экономики. И мне кажется, что много ходило, много-много даже недосказанностей относительно того, благодаря чему, в частности, сейчас удерживается пирамида американского госдолга. В частности, да, ведь сегодня именно ФРС крупнейший кредитор американской экономики, а не Китай. На балансе ФРС госбумаг американских на 2 триллиона 100 миллиардов долларов. У Китая всего 1 триллион 700 миллиардов долларов. Там даже 1 триллион, по-моему, где-то в районе того, да. Спасибо огромное. Ну, действительно, хорошая тема, да, такой круглая дата. Не случайно, видимо, да, я бы сказал, интуитивно мы сегодня эту тему обсуждаем. Сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.эфе. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Владислав Жуковский, старший аналитик инвестиционной компании RecomTrust, и Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. Так правильно, да? Да, спасибо. Значит, мы обсуждаем тему политики Федрезерву Соединенных Штатов Америки, разбираемся все-таки в этих гигантских долгах, кто у кого чего занимает, кто кому больше всего должен, ну и как с этим быть-то. Напомню еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями. Владислав, давай продолжим. Собственно, как еще раз, может быть, в деталях, да, мы можем, ну, охарактеризовать, я не знаю, там, озвучить вот эту самую политику Федрезерва. Говорят, что она крайне мягкая, и мягкая она не только с точки зрения, да, низких процентных ставках, а еще вот говорим о программах количественного смягчения, да, которые возникли с 2009 года у нас, три этапа уже было. Ну, политика на самом деле не меняется в последние года, ну, минимум полтора, реально все года четыре. Меняются некоторые параметры объема выкупа активов на рынке. Сейчас, напомню, 45 миллиардов долларов ежегодно, ежемесячно, имитируется Федрезервом под выкуп ипотечных ценных бумаг, 40 миллиардов долларов под приобретение госбооблигаций, особенно долгосрочных, плюс все инвестиционные доходы, купоны реинвестируются, в том числе от ипотечных ценных бумаг на приобретение и замещение в структуре портфеля гособлигаций краткосрочных бумаг на долгосрочной. То есть сегодня, с моей точки зрения, политика Федрезерва сверхмягкая. Это такая попытка выставить последний патрон, значит, через финансовый рынок и хоть как-то держать на плаву американскую экономику. С одной стороны, это политика сверхдешевых, сверхнизких процентных ставок, отрицательных даже в реальном выражении с учетом официальной инфляции, которая нацелена именно на принуждение к инвестированию, к взятию на себя риска, выдавливание крупных спекулянтов, международных расставщиков, управляющих компанией, хеш-фондов из низкодоходных, но при этом более-менее стабильных и низкорискованных активов в более рискованные ценные бумаги, прежде всего в акции, в корпоративные облигации. Неудивительно, что, скажем, в Америке за последние два года рынок корпоративных облигаций вырос примерно на 1,5-2 триллиона долларов, хотя кредитование населения сокращается и в номинальном, в реальном выражении, последние годы. Вот, с одной стороны, это именно попытка стимулировать покупку риска, расширить, увеличить так называемое эффективное благосостояние общества за счет переоценки их вложения в ценные бумаги. Мы знаем, что на долю ценных бумаг приходится примерно 25-30% всего благосостояния американских граждан. Ну, вообще, в принципе, кому оцениваться Федеральным резервом. Вот, с другой стороны, политика Федерального резерва нацелена на поддержание сверхнизких процентных ставок для удержания на плаву американской пирамиды долгов. Вот смотрите, значит, официальные данные Федерального резервного банка Сент-Луиса. Сегодня, вот за последние пять лет, госдолг США вырос с 63 до 107% ВВП. Но при этом расходы, удельные на обслуживание госдолга, выплата процентов, то есть он упал с 3% ВВП до 1,5% ВВП. Сейчас это 240 миллиардов долларов ежегодно. Эти же 240 миллиардов были в начале 2000-х годов. Более того, 1,5% ВВП на обслуживание госдолга были у США приблизительно в 1967-70-х годах, когда госдолг ВВП составлял всего лишь 37-35% ВВП. То есть мы видим, ну, если тогда ставки процентные были от 15 до 20%, сегодня они около 0,25%, там по долгосрочным займам 2-3%, ну, в среднем ставка сейчас 1,8%. Поэтому это позволяет, занижение процентной ставки позволяет Федеральному резерву, с одной стороны, стать крупнейшим кредитором американской экономики, и все проценты, которые они получают от Федерального правительства по обслуживанию займов, за исключением расходов на текущую деятельность, обратно передавать в казначейство, и задается замкнутый контур, когда, по большому счету, эти проценты, они национализируются американским казначейством, да. С другой стороны, не будем забывать, что еще есть так называемые крупнейшие прайм-дилеры, крупнейшие американские банки, которых баланс можно посмотреть тоже на сайте Федерального резерва, и они тоже держат в американских госбумагах порядка 1,5-2 триллионов долларов. То есть вот эта спайка, когда 2 триллиона долларов находятся на балансе ФРС, 2 триллиона на балансе коммерческих банков, и то получается, что, ну, практически там треть госдолга США, она сейчас находится именно под контролем либо акционеров Федерального резерва в лице, то есть самая финансовая олигархи, либо само Федрезерва его федеральных резервных банков. Смотри, вот до новостей мы говорили о пузырях, дальше сейчас, да, ты упомянул, что одна из задач мягкой лединой политики, это стимулирование экономики, да, то есть реального сектора именно. Ну, реальный сектор не сильно от этого выигрывает. Вот-вот-вот, Саш, на мой взгляд, все-таки, да, вот с этой точки зрения несколько расхождений между задачами, да, и тем, что мы видим, и, кстати, к пузырям, если вернуться, если посмотреть на американский фондовый рынок, ну, чем это не пузырь? Да всем это не пузырь. Это не пузырь ПЕ, это не пузырь цена к earnings, это не пузырь цена к дивидендной ставке, это не пузырь, исходя из того, что происходит с индексом Кейс Шиллера, а он первый развернулся, и в седьмом году мы, ну, было дела давно минувших дней. Американцы действительно, да, потому что недвижимость подешевела, они действительно начинают больше ее снова приобретать, да, давят на недвижимость, это очень важный аспект, да, мы говорим о ФРС, мы говорим о спросе, но мы в Америке должны говорить о недвижимости, это как Россия, мы не можем говорить о нашем бюджете без слова нефти, не можем. А в Америке эквивалент недвижимости? Ну, не то, чтобы эквивалент, но всеобщее мерило у простых людей, да, сколько стоит их дом, это нефть, это их одновременно и актив, и пассив, потому что он есть, и за него и платят. Вот, индекс Кейс Шиллера действительно растет. Если мы сравниваем рост фондового рынка, который произошел в США сейчас, да, он сильный, да, он крупнейший за многие там, даже годы, по-моему, но дело-то не в этом, дело в том, что есть дифференциал процентных ставок. Дифференциал процентных ставок таков, что это, твоя издержка такова, за сколько ты можешь привлечь деньги. И твой доход равен, сколько ты можешь выжать из экономики, из потребителя, из компании Walmart, как быстро растет инфляция, и ты больше получаешь. Дифференциал между... Это не банковский, дифференциал реальных процентных ставок. Дифференциал, почем, американские компании у тех же прайм-дилеров привлекают деньги, а те у ФРС, практически у ФРС, и доходности их настоящей экономики. Доходности, это то, сколько маржи платит потребитель, будь то на рынке недвижимости, будь то на рынке ритейла и где угодно. Так вот, этот дифференциал большой, маржинальность американских компаний очень высока. Она находится на максимах за последние 15-10 лет, чтобы не соврать. При этом расходы американских компаний на свою рабочую силу, на расходы по персоналу, salary, так называемая, находятся на минимумах. Этот дифференциал говорит о том, что коэффициент price to earnings grow, то есть цена за будущий рост компаний очень низка. Вот как ни парадоксально. Да, я понимаю, что локальный рынок может быть высоковат, но что такое 5-10% текущей коррекции для Америки? Страшновато, но ничего страшного в глобальном смысле. Очень высока дивидендная доходность второго эшелона. Принуждение к риску будет происходить. Я понял. Владислав, ну пузырем действительно, да? Согласен, Саша, нельзя назвать американским? Я здесь менее оптимистично смотрю на американский фондовый рынок. Конечно, на самом деле, из тех, кто мог бы сегодня расти, расти должен американский фондовый рынок, он реально растет. Что бы там ни было, действительно, США тратят колоссальные деньги на развитие наукоемких технологий, на развитие сланцевых технологий добычи газа. Нефть, по крайней мере, в основном газа. Треть газа добывается путем именно сланцевых технологий. Да, там компании почти все убыточные, субсидируются американским производителем, но сама технология правильная, и мы видим, что цена на газ США примерно на 20% ниже, чем внутри России. Хотя вопрос, кто энергетическая сферодержавка, кто про это больше говорит. Если же мы говорим в целом про перспективы рынка, ну смотрите, ведь очень многие модели, ну с одной стороны, да, сегодня ПЕ может быть он и не так высок, но с другой стороны... В Америке. В Америке, да. Но поймите, пока у вас ставка близка к нулю, и действительно стоимость привлечения ресурсов в реальном режиме вообще отрицательна, и гораздо выгоднее занять хотя бы там по те же пол процента вложить хоть куда-нибудь под 1,5-2, причем заработать еще и большой процент, но поймите, как только ставка будет повышаться, начнет переоценка всего происходить. И с одной стороны гособлигации, которые сегодня находятся на балансах всех практически кредитных учреждений того же ФРС, это автоматически придет к падению их цены. И росту доходности. Да, кроссу доходности, переоценки залогового имущества. С другой стороны, все модели дисконтированных денежных потоков также будут пересматриваться, потому что ставка без риска будет возрастать. Поэтому, с моей точки зрения, как именно спекулятивно, да, действительно, сейчас растущий тренд в Америке, он будет, скорее всего, продолжаться таким, пока слома нету, там ни кредкосрочно, ни среднесрочно, но я, честно говоря, думаю, что это ровно года на полтора, может быть, еще пока действительно вот эта программа по эмиссии 900 миллиардов долларов в год в Америке проходит. Ну вот сейчас, кстати, о перспективах тоже, Саша, хотелось бы, да? Возвращаемся к... Ну, давайте к июню вернемся, когда первый раз господин Бернанки, гражданин Бернанка, как ты его называешь, да, заикнулся о том, что, ребят, это вещь-то не вечная, мы, может быть, даже уже скоро... Как реагировали рынки, мы помним. Потом сентябрьское ожидание уже было заложено, да, 10-15 миллиардов, наверное, сократят. Бернанки говорит, нет, ребят, давайте так забудем пока на время, потому что статистика такая, что... Если говорить о перспективах, да, то насколько они вообще, я бы сказал, такие очевидно близкие, ну, я имею в виду перспективы начала сворачивания вот этой программы количества смягчений, ну, как минимум... Выживает сильнейший, и те из дилеров, и те из игроков, кто будет быстрее готов, кто правильно прочтет, есть целое бюро, которое анализирует рейджи Бернанки, серьезно. А он пытается, и его преемницы, они будут пытаться кричать волки-волки, для того, чтобы когда волки действительно придут, никто не испугался. Это нормальная вербальная интервенция. Я понял. Это здорово, проволково, хорошая, хорошая ассоциация. Спасибо огромное, Саша, сейчас мы, Владислав, еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам и СССР, сегодня обсуждаем политику Федрезерва Соединенных Штатов Америки, у меня в студии Владислав Жуковский, старший аналитик национальной компании RecomTrust, и Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. Давайте продолжим наш разговор, хотя напомню еще раз, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Быстренько прям мысль закруглю предыдущую. И управляющие ФРС будут стараться делать так, чтобы рынки перестали быть восприимчивыми сначала к их вербальным интервенциям при намеках о сворачивании программ стимулирования, а дальше и в реальных случаях. Однако, как мы с вами прям 5 секунд за эфиром обсудили, я считаю, что время отрицательных процентных ставок еще не прошло, и даже еще толком не наступило, скоро будут брать деньги за то, чтобы поддержать ваши деньги. Ну, это неизбежно, потому что принуждение к инвестированию третий раз, говорю, обязано быть. Они должны заставить дилеров первичных и вторичных бегать за вами, чтобы вы покупали телевизор в кредит. Чтобы купить телевизор в кредит было дешевле, чем купить за нал. Они должны заставить это делать. Это их задача, чтобы отвечали за все их внуки, а не их дети. Я понял. Ну, хорошо. Пример с телевизором, может, меня и убедит, потому что телевизор мне нужен. Нужен сейчас этот новый, потому что футбол, да, выглядит гораздо убедительнее, чем на старом. А вот чтобы я депозит, деньги понес в банк, да еще мне скажешь, дружище, ты должен мне еще и заплатить. Вот как убедить меня в этом? Много, наша элита уже давно убеждена, наша и европейская, в швейцарских банках с поправкой на инфляцию отрицательные ставки. Там платят, если не ошибаюсь, от две десятых и еще за хранение, за учет, и в итоге отрицательные получается. Вас надо убедить в том, что если вы не принесете, будет Кипр. Вот только в нашем Бундесбанке... Кстати, пример с элитой. Они-то знают об этом, да? Что надо хранить там, потому что там надежно. Если хранить здесь, здесь может... Я не могу быть не до конца согласен, потому что я считаю, что деньги должны приносить реальный IRR в реальной экономике. Безусловно. Причем в вашей, да, гражданином, который вы являетесь. Лучше, в которой вы являетесь, а лучше в глобальной. Должны быть новые биотехнологии, новые IT. Деньги должны создавать wealth effect. Они должны создавать реальный wealth effect, рабочие места. Все как должно быть в книжках. А сейчас лучше хоть что-то делать, потому что реально они не могут заставить вас быть предпринимателем, заставить, не знаю, вкладываться в private equity фонды. Это тяжело, это нужно объяснять. А вот заставить вас взять кредит и лучше работать, потому что у вас десятый кредит. Это они могут попробовать. Олег, а еще интересная вещь. Правильно сказали. Вам нужен телевизор. Но беда одна. Если в США ставка, скажем, под кредитование около 5-7% годовых, то в России ваша эффективная ставка в районе 35-45%. Помните, как министр финансов Антон Силуанов удивился, говорит, мне пришла смс на совещание правительства, что у нас оказывается кредиты за 30% годовых дают. Я могу бы обрадовать, что на самом деле 60% дают годовых, а микрофинансовые организации по 1000% годовых. Были туда, хвалились величиной ставок. Правда, привели пример британских каких-то МФО, но там 5 с лишним тысяч процентов. Так что на самом деле банковская система реально трансформируется, меняется буквально на глазах. В Швейцарии, на Кипре мы видели, что происходит разрушение двух незыблемых истин банковской системы. Это, с одной стороны, неприкосновенность частной собственности. Извините меня, сегодня уже вкладчики банков, то есть не кредиторы даже, а те, кто вносит депозиты, держат в этих банках, платят за провальные управленческие решения руководства этих самых банков. То есть виноваты оказались те, кто еще банк кредитует, вот эти свои депозиты, из-за еще сейчас пытаются решить все проблемы банковского сектора. В Европе, на самом деле, это уже принято за некоторую модель поведения, и в Еврокомиссии некоторые были оговорки, готовят публику, что действительно, да, у нас денег нету на вот эти самые бейл-инны, точнее бейл-ауты. Будут теперь бейл-инны, когда спасать крупные банки и вообще мелкие банки будут на счет средств самих вкладчиков. То есть это очень интересно. В Швейцарии мы видели, как американцы сумели через ужесточение налогового законодательства, закон ФАТКО, закон, который по большому счету ставит под контроль всю мировую финансовую систему под отчетность американской налоговой службы, как там называется, Internal Remini Service, мы видели, что они смогли вскрыть информацию, даже раскрыть, точнее, информацию о вкладчиках швейцарских банков. То есть была нарушена конфиденция, банковская тайна. Этого не было вообще столетия никогда. Ну и вот сегодня третья опора рушится. По большому счету мы возвращаемся в 15-16 века, когда действительно даже не банки платили своим вкладчикам за открытие им ячейки хранения денег, а в обмен давали им расписки. А люди сами платили. То есть если мы сегодня получаем хоть какой-то депозитный процент и доход по вкладу, то, скажем, уже в ближайшей перспективе уже в Швейцарии это есть. В некоторых даже скандинавских странах отдельные банки ввели отрицательную процентную ставку. Сейчас Федеральный резерв заявляет пока на уровне своих отношений междилерских с крупнейшими американскими банками, проект-дилерами. Но в принципе к этому все идет, что для сохранения вашей покупательной способности, вашего капитала, чтобы ваши деньги не обесценились, вы еще будете платить банку, чтобы он ими распоряжался, что-то ими делал. И это, собственно говоря, тоже одно из последствий вот этой самой ловушки ликвидности. С одной стороны мы видим, что в США, кстати, кредитование населения это не растет, о чем очень интересно посмотреть. Оно по большому счету встало и в реальном выражении сокращается. То есть домашние хозяйства, у них кредитная задолженность по отношению к доходу, их располагаемому не растет. И, кстати, в абсолютном выражении тоже там рост весьма-весьма... Есть этому хорошее объяснение. Это то самое с лом велс-эффекта и норма потребления. Почему в Японии не могут побороть дефляцию? Мы обязаны говорить о Японии, в том числе для примеров США. Потому что так напугал рост у всех, была переменная процентная ставка по их ипотеке, по их закладной моргич. И так напугал их рост... Про Америку сейчас говорят. Да, про Америку. Да, надо ссылаться. Спасибо. Так напугал, что люди стараются сберегать больше. Впервые за многие годы в США у средней семьи норма сбережения стала положительной. Раньше она была отрицательной. И в этом была вызвана рост, в том числе экономики, покупка телевизоров, заводы Китая, мощность вложения. Все вместе это крутится. Сейчас, как в Японии, американский потребитель начинает приучать своих детей сберегать. Это парадигма меняется. Это интересный момент. Посмотрим. И против этого борются главы центральных банков. И Федрезерв, прежде всего. Ну, не то чтобы против этого, они никогда этого не скажут. Но это мешает им выполнять локальную текущую краткосрочную работу. Если позволите, чуть-чуть скажу про Европейский центральный банк и Кипр. На самом деле там бабка за детку, детка за репку вышла ситуация, потому что ЕЦБ принуждал Кипр и все остальные он-офшоры покупать свои бумаги, бумаги периферийных стран, там Греции и так далее. Спасать пиксы. Спасать. Их принуждали. И в итоге их принудили. И они оказались крайними. Теперь они говорят, ребята, помогите. А почему их принуждали? Потому что те же самые европейцы, простите меня, пожалуйста, чудесные люди. Но работают они чуть меньше, чем потребляют. И это происходит уже десятилетиями. И слово чуть в кавычки еще, да, можно поставить? Да, да. Тут выбор. Либо много работаете, как немцы и японцы, посмотрите, что происходит с японской экономикой. Она как бы в дефляции, слово как бы здесь не паразит. Но японцы живут хорошо. Парадокс. Потому что большинство кредиторов экономики сами японцы. В США все не так. В США действительно все не так. Там есть Китай, там есть торговый партнер, сальдо, ставки и кредиты. Очень интересная ситуация. Олег, то есть мы приходим к ситуации, когда банковский сектор регулируется не по закону, а по понятиям некоторым, которые нам они плохо понятны, не меняются на глазах. Мы уже приводили, например, и Кипр, и Швейцарию, закон ФАДКО в Америке принятый. Сейчас мы вот говорим уже про то, что действительно, почему ударили именно по Кипру. Ведь огромное количество стран тоже вкладывали, спасали свои деньги. Те самые страны европейской периферии, так называемые евросвиней, пиксы, да, там Португалия, Греция, Испания, Ирландия, и кто там еще, Италия была, да? Вот, и именно они попали под удар, хотя все понимали, что они отнюдь такие, их принудили покупать эти бумаги. Вспомним, как, скажем, реструктурировали долги Греции. Это на самом деле не пострадали так называемые суверенные кредиторы в лице центробанков и денежных властей, госорганов, но, скажем, коммерческие банки, особенно второй величины и в той же самой европейской периферии, им-то и списали 40% этого долга. То есть, понимаете, есть неприкосновенная каста кредиторов, центробанки и государства, плюс крупнейшие банки, а есть так называемые второстепенные. Вот они как раз таки и идут. То есть, как было правильно сказано, бедные платят всегда за богатых и несут себе на себе убытки. Кстати, еще к вопросу давайте немножко, может, про ФРС. Сейчас вспомним, интересная вещь была. Вот смотри, сейчас на балансе ФРС находится госбумаг США на 15% ВВП. Это вообще рекордный показатель. Никогда еще не было такого количества трижерей на балансе Американской Федеральной Резервы. 2 триллиона 100 миллиардов долларов, из них еще полтора триллиона примерно, это ипотечные ценные бумаги, того 3,6 триллиона долларов, это именно вложение в ценные бумаги. То есть, вот подтверждает опять мысль, что крупнейшим держать им долго. По большому счету, да. По большому счету, да. А если добавить туда еще коммерческие банки, которые являются премьерами, так там вообще под все 4 триллиона вылезет. Там еще выросла целая индустрия, как фонд Пимка. А текущий гигантский бычий рынок по самому телу американского долга, по самим облигациям, это был огромный бычий рынок уже десятилетиями. Эти фонды очень много заработали для своих инвесторов, и они стали гигантскими, они стали мультимиллиардными фондами, и таких фондов очень много. Пимка триллион долларов. Пимка почти триллион, уже перешла триллион. Перешли, да. А вот, Пимка триллион, и много сателлитов, которые копируют их стратегию. То есть, движение создает движение. Рост американского долга по телу, самих облигаций, создает желание их купить. И сопутствующая инерция. И вот с этой инерцией придется бороться именно тем, что вы сейчас только что обсудили, что американскому центральному банку, как бы это ни банально звучало, придется быть кредитором последней инстанции. А в итоге за все заплатят внуки. Кстати, Олег, еще очень интересно, да, вот правильная тезис, что на самом деле сегодня американские граждане проедают не только даже сегодняшние, точнее, доходы своего поколения, а уже внуков и правнуков. По большому счету кредиты, долги такие, и рефинансируются под настолько низкие процентные ставки, как, скажем, сейчас ипотечная ставка в Америке 30-летняя, могу ошибиться, в районе 3,5% она была, 4-3,5%. И то сделки по рефинансированию растут, а сделки по покупке новой недвижимости, они реально находятся уже 4 года в такой вот низине, и особо там не собираются куда расти. И еще очень интересная мысль, смотрите, вот 30 лет, как нету золотого стандарта, как и отменили британвузскую валютно-финансовую систему, и что произошло, посмотрел данные официальные американской минэкономики, минторговли, значит, за эти годы, вот только с 2000 по 2012 год цифры, да, накопленный дефицит торгового баланса США, то есть беспроцентный товарный кредит всех стран Америки около 8,5 триллионов долларов, дефицит счета текущих операций около 7 триллионов долларов, за последние 40 лет это около 11 триллионов долларов. То есть, по большому счету, да, действительно, статус мировой резервной валюты, наличие печатного станка и экономическое, научно-техническое, и самое главное, надо не забывать, военно-политическое превосходство США, умение играть на опережение формирования повестки дня, манипулирования сознанием, в том числе, так называемый, Хьюнтек, он действительно создает спрос на американскую валюту, именно, и поддерживает доллар как резервную валюту ключевую. И здесь велика роль и Международного валютного фонда Всемирного банка, который продвигает долларовую глобализацию в интересах ТНК и ТНБ, и Федерального резерва, которые действительно обеспечивают сверхдешевую ликвидность, когда это необходимо, когда ставки повышает, понижает, и тем самым... Друзья, ну... Мы с вами играем в покер против Кличко и его друзей. Которые, кстати, не в карты играют, да, а просто сидят. И у них рядом есть и респектабельные предметы, похожие на биты, и большой кошелек, и сумки наличности, и три охранника. Все аргументы. Ну, почему мы должны ждать, что они будут нам поддаваться? Это бизнес, ничего больше, конечно. Тут даже, знаете, не теория заговора, а в чистом виде коммерческих интересов крупного глобального бизнеса, транссоциальных корпораций банков. И именно поэтому валютный фонд, Всемирный банк так активно наслаждает вашингтонский консенсус, который ни в Европе, ни в США, ни в Японии вообще реально не реализуется по уровню протекционизма. И Европа, и США на самом деле более чем сильно протекционистские страны. Технические регламенты, нормы санитарные, биологические, экологические, сверхдешевые кредиты, субсидирование процентных ставок, отсутствие энергодефицитных мощностей. То есть высокий уровень, соответственно, замены изношенных основных фондов, ученицкий уровень износа производственных мощностей. Это все не снилось вообще периферии мирного капитализма. Поэтому есть так называемая экономическая политика экспортно ориентированная на экспорт, который идет в периферию. А есть та политика, которая руководствуется, и Евроцентробанк, и ФРС, и Банк Японии, и кто угодно. Это очень агрессивная, такая национально ориентированная политика. Вы не думаете, что они так прям в масле все катаются? У них своих внутренних проблем. Много проблем, много. Начиная от эмиграции, заканчивая расслоением, коэффициентом джини, низким ростом в ВВП, несмотря на что. Это немного успокаивает. Спасибо огромное, друзья. Еще раз прервемся. Давайте послушаем новости на Финам.ФМ, ну а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. К сожалению, последняя его часть. У нас осталось 12 минуточек, а есть что обсудить-то, собственно, да? А напомню, мы говорим сегодня на тему политики Федрезерв Соединенных Штатов Америки. В студии Владислав Жуковский, старший аналитик инвестиционной компании RecomTrust и Александр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. Ну, на всякий случай еще раз. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну и вопрос стратегически важный. Когда-то же все это закончилось? Когда же все это закончилось? Ну, опять вот то, что мы за эфиром обсуждали. Последний тут и папа. Владислав, да-да-да. Долги, долги, выкупают, выкупают, рано или поздно, долги заканчиваются. Ну, я надеюсь, выкупать будет нечего больше. Что делается дальше-то, Владислав? Олег, а понимать, в чем проблема? Вот здесь и непонятно, где конец, и где тот предел по выкупу, соответственно, госбумаг и федеральным резервам, прям дилерами. И где тот предел по, соответственно, и с одной стороны навязанности, с другой стороны, просто в целом по такой коммерческой продаже госдолга над другим государством. Скажем, тот же самый Китай, и те же самые Япония, Тайвань, страны экспортеры волей-неволей. Пока идет эмиссия в США, пока эти имитированные сверхдешевые ликвидность просачиваются на товарно-сырьевые биржи на валютные рынки, они получают профицитный счет и текущий счет, и платежного баланса, накапливают эту избыточную валютную массу, они вынуждены покупать американские госбумаги, доллары, в том числе, по крайней мере, на половину того, что как минимум... А вынуждены почему? Потому что больше нечего. Некуда. Эти деньги куда и где-то никто не понимает. Понимаете, это долларовая денежная масса, с одной стороны, вот скажем, как формируются резервы колоссального Китая, там же разные механизмы, каналы. В России пополам, примерно, с одной стороны, Минфин изымает деньги за экономику через бюджетное правило и через ТАП-фонд, который до этого, ну и сейчас он остается в том числе, да, примерно на треть все валютные резервы России, примерно 5,5 трлн рублей из 15,5 трлн, это деньги Минфина. Остальные 9 трлн, это деньги, имитированные Центробанком под покупку приехавших в Россию нефтедолларов и национальных кредитов и займов. В Китае целиком и полностью, практически весь валютный резерв, 3,3 трлн долларов, это деньги, имитированные, как раз-таки, грубо говоря, накопленным... Экспорт инфляции, совершенно верно, которые имитированы под покупку притекшего по платежному балансу по счету текущих операций капитала в Китае. Они просто не могут его выкупать, они не будут его выкупать, у них будет избыточное укрепление национальной валюты, пойдет по юаню, а это, соответственно, то, что расстраивает Америка и Европа, но это ударит сильнейшим образом по их промышленности, по их обрабатывающему сектору. Поэтому волей-неволей накапливаешь, а куда их деть? Либо скупаешь реальные активы по всему миру, в Африке, в Азии... Что и пытаются делать в Китае. Это попытаются и правильно делают, и американцы очень сильно препятствуют кризису в Дарфуре, в Мьянме, в Бирме, там огромное количество регионов, где действительно сейчас идет жесткая схватка, скажем, в глубоководный порт Гвадар, который был в Пакистане, там же шла борьба Америки и Китай. Сейчас китайцы его купили полгода назад, смогли установить контроль. Но, скажем, тот же самый нефтепровод из Ирана в Китае американцы блокируют строительство, они делают все возможное. Африки уже китайские. Конечно, и борьба идет глобального крупного бизнеса, китайский капитал против МВФ, Всемирного банка и Вашингтон, который над ними идет. Поэтому деть некуда деньги, они заставят их покупать американские гособлигации, чтобы финансировать экономический рост и модернизацию в США. Коллеги, правда, это борьба с улыбкой на лице. Конечно. Никто никому не бьет лицо пресловутое. Ну, опять, как говорят, только бизнес, ничего лишнего. Все играют с улыбкой, в галстуке, бабочках и с улыбкой. Так устроен мир, вот начал мой коллега уже в двух словах, но инфляция и наличие долга, который вы, Олег, упомянули, будет до тех пор, пока будет прирост положительного населения. Потому что положительный прирост населения приводит к увеличению скорости обращения денежной массы, скорости обращения товарооборота, интеграции, интернет, коммуникации. Все вот эти вот синонимы, они по факту говорят, Олег, пока мы будем расти, будет долг, будет инфляция, и мир будет вращаться так, как вращается сейчас. Будет происходить локальный кризис, и шарик будет сдуваться на потоке ветра в виде всех этих факторов, в виде факторов роста населения, оборотов. Они снова будут надувать эти пузыри. Таков мир, текущий мир. Правильный он, неправильный? Вопрос другой. Ну, это да, уже вопрос философский, собственно, правильный или неправильный. Мы же в нем живем. Кстати, опять возвращаясь, да, вот к неким военным историям, да, выход из кризиса, как известно. Война, как говорят. Выглядит, да, выглядит именно так, чтобы потом дать возможность, да, расти вот... Американская экономика очень здорово восстанавливалась послевоенное время. Все операции, которые... Местная пресса американская, мы обсуждаем, да, ФРС, к сожалению, мы должны слово... Ругает, что вот военные бюджеты и так далее, и так далее, но есть вторая сторона медали. Есть корпорация, там, Лохит Мартин, есть другие военные продюсеры, которые... Палибертоны, Боинги. Они все вносят вклад в ВВП, в рабочие места, и все не получают прибыль от военных действий Америки. Война, как сказал один из президентов США, дело прибыльное. Я даже запомню коллегу, на самом деле, совершенно верно, и раз в ту летнюю юбилею ФРС США, скажем так, и ФРС, как инструмент по продвижению интересов глобального бизнеса и транснационального капитала, прежде всего, американского базирования, и крупные финансовые, и вообще финансово-экономические, политические стеблишменты США, они же ведь зарабатывали колоссально из своих прибыли на Первой мировой войне, Вторая мировая война, Вьетнам, Корея, локальные войны Ближнего Востока. Сначала зарабатывают, как страна удаленная от центра военных действий территориально, на финансирование и той, и другой воюющих сторон, на кредитование, на ленд-лизи, на что могут, а потом еще на контрибуции и репарации, когда они выкачивали деньги из Германии после Первой мировой войны, после чего пошла и Вторая мировая война во многом. Потом идет восстановительный этап, когда они кредитуют модернизацию и восстановление разрушенного промышленного потенциала. Мы видели планы маршала, восстановление Германии в 30-е годы американскими корпорациями. Советскому Союзу тоже помогали в значительной степени, и первые пятилетки шли действительно насчет технологий инженерной мысли американцев, даже деньги были американские, но мы их расплатились к концу 30-х годов. Поэтому, с моей точки зрения, раз, что тут годовщина столетняя ФРС, мы скажем, что действительно не одна война, так либо иначе. Пускай не напрямую прошла, ну, как по указке ФРС, но ФРС сделал все возможное, чтобы американский промышленный капитал, банковский капитал, в результате этих военных операций окреп, заработал сверхдоходы, и на этом смог еще и вырасти. Поэтому мы понимаем, что военные операции, это безусловно стимул для научно-технического прогресса в США, загрузка мощностей, это расширение затрат на НИОКР, на создание наукоемких товаров и прочее, 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 а потом уже отрасли для нового назначения это закидывают в так называемый гражданский сектор. Тот же самый интернет, тот же самый хай-тек, это все военные технологии, по большому счету. Биотехнологии, все оттуда пришли, основные текущие там, и так далее, вакцины, ну, и многое-многое другое. Так что ФРС США, это, знаете, такой злой сторож, который вот, что он охраняет, почему он на тебя кричит. Ну, вот он есть, и он иногда, может быть, тебя даже уберегает от того, чтобы ты совсем, там, перелезая забор, упал в дефляцию мировой экономики тем, что тебе палкой по голове ударил. Ну, так мир устроен. Кстати, стоит, наверное, упомянуть или напомнить, для кого-то сообщить, что Федрезерв, это ведь частная организация. Споры бешеные, споры ежедневные, один умный, другой неумный, говорят, разные точки зрения. С моей точки зрения, это квази-государственно-корпоративно-акционерная структура. Да, действительно, формально президент назначает семерых членов Совета управляющих Бортов Гаверна с Федеральной резервной системой, назначает их сроком на 14 лет, хотя президентский срок в Америке практически в три раза ниже, да. Действительно, с этой точки зрения, это государственная структура, и он влияет. С другой стороны, написано черным по белому, что все решения ФРС и Совета управляющих независимы от государства, они чихать хотели, что говорят президент. Тем более, что их срок полномочий в три раза больше, и кроме того, посмотрите на список спонсоров и тех, кто проплачивает предвыборные президентские кампании, американских президентов, неважно, республиканец, демократ, это тот же самый список лиц. Это идут крупнейшие банки Волл-Стрит в основном, те же самые Дж.П. Морган и Морган Стэнли, Бэнк оф Америка, Дж.П. Морган Чейз. С другой стороны, это дает нефтегазовое лобби, ну там еще есть и специфика, демократы это хай-тек за них, за республиканцев это нефтегазовое лобби, но в принципе это корпоратократия, реально. Это именно интересы крупного бизнеса. Вообще в Америке, с моей точки зрения, нет внешней политики как таковой, у них есть внешнеэкономическая политика крупных корпораций, крупных промышленных гигантов, IT-монополий и банковского капитала. И вот они между собой постоянно трутся, чьи интересы будут доминировать. Работает более-менее система какой-то баланс. Это не как в России, что мы решили, что мы с Белоруссией или с Украиной воюем, а потом бизнесмены судорожно пытаются как-то тут настроиться, подстроиться. Владислав, даже если вот пример, который ты сейчас предложил, ну там, наверное, не исключительно политика, все-таки экономический интерес, наверняка какие-то тоже предстояты. Нет, конечно, конечно. Нам Газпром осталось, у нас один Газпром. Владислав попробовал привести пример, вот если исключить спонсоров за скобки, да, я такой немножко с холодком пример приведу, ну вот наша российская прокуратура, она независима. Формально. Ну, она независима. И назначает генпрокурора глава наш. Ну, он влияет на вырушение? Нет. А может назначить? Да. Вот квази-государственная, вот у ФРС плюс там всякие финансовые интересы аналогичные. Это квази-государственная структура, на которую можно влиять, но это же хорошо, что можно влиять. Ну, что поделать? Если бы был невменяемый какой-то глава у ФРС, вдруг он ударился в какую-то секту и стал делать странные вещи, но его же надо убирать как-то, да? А в этом случае это было бы невозможно просто. Да, вот я хочу буквально коротко, смотрите, на самом деле, с моей точки зрения, примат интересов ФРС, это именно интересы крупного финансового капитала, потому что сейчас мы живем в условиях глобальной, точнее финансовой глобализации, в условиях реально долларовой гегемонии в мире. Хотим мы того, не хотим. 55% всех сделок в мире, неважно, это внешняя торговля, это просто какие-то финансовые операции в мировой финансовой системе, это все обслуживается американским долларом. И задача ФРС, США и Вашингтон создать спрос на продукцию американского печатного станка. Инструменты разные, военно-политические, экономические, научно-технические, информационно-пропагандисты, какие угодно, это глобальная конкуренция, никто не отменял. И в условиях усиливающейся глобальной депрессии борьба будет только ужесточаться, и ФРС будет все более, и вообще американцы какие-то более жестко подходить к защите своих интересов. Почему закон ФАТКО, почему арест счетов, акт Магнитского, да, был список Магнитского, ведь это все проба пера. На самом деле сейчас будут вентили постепенно закручиваться и устанавливаться контроль по финансовым потокам. Единственное, что момент падения империи неизбежна. Да. Если бы мы жили с вами лет на 200 дольше, мы бы не могли себе представить еще 50, окей, 70 лет назад экономику без британского фунта. Конечно. Мировую экономику. То, что мы сейчас обсуждали про США, это была Британия. Совершенно верно. До этого когда-то это было испанское золото и так далее, и так далее. И Римская империя, на самом деле. Римская империя. Любое падение империи неизбежно, это опять же часть нашей жизни, и азиатская валюта уже стучится в наши двери. Причем как она называется-то? Скорее всего, Юань. Вот. Кстати, заметьте, за три года, даже за полгода до развала СССР никто не ожидал, что реально даже будет Советская империя. Друзья, огромное спасибо. Я искренне вас благодарю. Спасибо, что нашли время. Владислав Жуковский, Александр Бутманов. В преддверии столетия Федрезерва у нас так случилось, что мы обсуждаем эту... Отметим. ...эту тему. Будем поздравлять их, не будем? Ну, куда же. Ну, им от этого, да, не легче. Привет им передадим. Спасибо. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.